Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт обзор ухода на сентябрь двадцатого года. Ты не видишь, но слева от меня баррикада. Я учла пожелания некоторых зрителей и сделала вот так вот. Надеюсь, там всё будет в ништяк. Короче, рука у меня тянется... Вау! Я три недели была в деревне, я им, соответственно, не пользовалась, но он у меня переходит на следующий месяц, и хоть он лежал в ванной, он внезапно немножко пыльный. Короче, это у нас Гринмама. Кремок свалён до лица два в одном. Маска и скрабик. Вообще очень хорошая штука, экономичная. Особенно, если вы свалили в деревню на три недели, а она у вас здесь. Нет, реально хорошая штука. В общем, она мне переходит на сентябрь. Хоть я и планирую на несколько дней потом свалить в деревню, ну, смотря как погода будет, но им я всё же буду иногда пользоваться. Бальзамчик для гоп перед деревней. Помните, у меня такая была странная фигура? В общем, перед деревней она обвалилась, теперь вот он вот такой. Я им пользуюсь регулярно в городе, даже буквально сегодня. В общем, он тоже, это ифраше, красное яблоко, Red Apple, Пом, Руш, переходит на сентябрь. Это лимитка прошлого года. Может быть, уже и позапрошлая, я, честно, уже не помню. В общем, вот. Отличный бальзамчик. Мне очень нравятся бальзамчики ифраше. Там была Гринмама ифраше. Ещё одна Гринмама – это формула тайги, шампунь от перхоти, лесная вишня и репеник. У меня перхоти очень давно уже нет, но мне тупо нравится этот шампунчик. Он для всех типов волос. У меня жирные волосы, тонкие и жирные. И он хорошо с ними справляется. Я его развожу, он концентрированный, тут вот буквально немного истратилось. Ну, где-то один к десяти, один к пяти, когда как. Короче, развожу как-то вот. Последний раз я его чуть-чуть вот так налила в подобный флакончик из-под шампуня для жирных волос, тоже от Гринмамы. И налила тёпленькой водички. Взболтала и вот теперь периодически поливаю на волосы. Вот сегодня я им мыла голову. Он у меня тоже на сентябрь переходит. На сентябрь у меня переходит Генера Бальзама Элимина Ноди Фиоре Дель Котоне Эпеска. Хрен-то так не так. Короче, Бальзам Дольче Натура Нежная Природа с цветком хлопка и этим самым персиком для всех типов волос. Очень хороший бальзам. Единственное, густой. Ну и как-то, в общем, он густой, но хороший. В общем, я им сегодня тоже пользовалась. Вот на сентябрь он у меня переходит. Возможно, будет в пустых баночках сентября, а возможно, и не будет. У меня крем для сухой кожи рук Гринмама Календула и масла смородины переходит тоже на сентябрь. Я им пользовалась. Вчера у меня даже в сумочке болтался, когда я по городу шарахалась. В общем, вот хороший крем. Ну, если у вас супер сухая кожа рук, то там уже он не поможет воспользоваться, допустим, маслом какао. Масло какао косметическое, упругость и тонус наружное, 25 мл. Миролос. За 116 рублей покупала в аптеке, но всё ещё живо. У него срок от жизни после вскрытия 12 месяцев. Но, по-моему, ещё эти 12 месяцев не прошли. Хотя у меня тут дата жизни стёрлась. Очень хорошее экономичное масло, вообще универсальное. В общем, я буквально им вчера ноготочки свои мазюкала перед тем, как лаком воспользоваться. У меня переходит на сентябрь и фраше гидровежиталь. 125 мл. Очищающий гель интенсивного увлажнения. Буквально сегодня им пользовалась. Мне казалось, там поменьше осталось, а осталось ещё прилично. Вот до сюда он. Хороший всё ништяк. Единственное, он много выливается. Если вы привыкли к корейским или японским пенкам, которые суперэкономичные, то вас это немножко будет напрягать. А так, в принципе, он хороший. У меня переходит Green Mama крем для ног. 24 часа уход на сентябрь. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Фуд крим. Ноль парабенов, красители минерального масла. Миндальное масло, минерального масла. Короче, я им уже немножко пользовалась. Очень хороший, удобный, экономичный крем. Слушай, такой прикольный дозатор. Совсем чуть-чуть вываливается. Сейчас ногу помару. Быстро впитывается. Возможно, даже хорошо на пятки влияет. Ну, как бы... Я вот сейчас пощупала эти пятки. Я их давно уже не скрабировала. Они как-то сами по себе у меня. Но вот утром, после душа, я применяю этот кремик. Очень хороший. Тут 200 миллилитров. Я думаю, это на прилично его хватит. Это как бы новинка Green Mama. Ну, вот несколько месяцев назад она была новинкой. Пардон. Извините. Я зевнула. У нас сегодня такая погода, что... То солнышко, то дождик. И как-то это давит, давит, давит. Green Mama. Ночной крем для лица. Чистая кожа. Пион и чага. Он никогда не закончится. И он у меня переходит на сентябрь. Я честно постараюсь им сегодня или завтра воспользоваться. Потому что пока я была в деревне, он был здесь. Очень классно пахнет пионом. Так. Green Nova. Витаминная косметика. Это тоже Green Mama. Только серия такая. Ну, в общем, Green Mama и серия Green Nova. Витаминная косметика. Маска-плёнка для проблемной кожи. Ромашка-подорожник с витаминами PPK и C. 75 мл. Хорошая штука. Единственное, у меня эти маски-плёнки снимаются не в одно касание. Вот так, а частями. Я её пользовалась буквально перед уездом в деревню. Вот пока больше не юзалась. Но она у меня на сентябрь переходит. Я думаю, что её периодически буду пользоваться снова. Так. Evan K. Подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Которая. Которая вот мне недавно перед деревней. И послала такую большущую классную посылку. В общем, это Evan K. Он с ароматом банана. Лосьон за тело. За всех типов кожи. 400 мл. Я им периодически пользуюсь, честно. Пока я была в деревне, он стоял вот здесь. В общем, он какой-то нескончаемый. Но мне обычно вот таких бальзамов на долгое время хватает. Но мне не нравится. Они не бальзамы, лосьоны. Он хорошо впитывается, хорошо увлажняет. Я иногда им частями пользовалась. Ну, в смысле, на части тела. Иногда на полноценно. У меня это молочко будет вечным. Green Mama. Формула Тайги. Молочко для снятия макияжа. Масло зародыша, пшеницы и ромашка. 300 мл. Переходит на сентябрь. Тут как-то ещё что-то есть. Короче, я думаю, что, ну, возможно, оно осенью закончится. Осенью этого года, я надеюсь. Я тут на полсу ставлю. Сначала на кровать ложила. Я решила, что у меня будут два гелика. Тот гелька, а там было два гелика на август. Один Green, и, пардон, и Фраше, другой Эйвен. Тоже подарок от подписчицы Рёли. Но тот Эйвен я ещё не успела открыть. В силу того, что была почти весь месяц времени. А вот и Фраше пользуюсь. Короче, я решила, что у меня на сентябрь будут два фаберлика. Тоже оба от Лёли. Кто не смотрел обзор моей последней посылки подарка от Лёли, как раз перед деревней, где-то 6-го, по-моему, августа как раз вышла. Как раз, когда я уезжала. То гляньте, вот там как раз эти гелики будут. Фаберлик, витамины А, Е, ПП, витамания. Кто это у нас тут? Витамины, гель для душа, клюква и земляника 200 мл. Я просто подумала, что такой маленький флакончик. Он же вот так открывается, я его пытаюсь открутить. Очень вкусно, клюквой пахнет. Красненький такой, удобно в руке держать. Я подумала, что вдруг мне этого флакончика будет мало. Решила, что пусть будут два флакончика. Похожий такой же. Тоже фаберлик, витамина А, Е, ПП, витамания. Витаминный гель для душа, смородина и ежевика. 200 мл тоже подарок от Лёречки. Вот сейчас я чую и ежевику, и смородину. До этого чувствовала только смородину. В общем, вот. Каким-нибудь из них начну на следующей неделе пользоваться. Зубная паста переходит тоже на сентябрь. Это корейская зубная паста прополис. Я на Азоне её заказывала. Экономичная, но несколько иная по консистенции, чем предыдущая паста от фирмы Дентал Клиник 1080. Это я не помню, как называется. Ну и у неё крышечка откручивается. А предыдущая другой фирмы там по щелочку снималась. В принципе, удобная, хорошая паста. Так, пена для ванн. Я её буквально вчера пользовала. А нет, сегодня тоже. Сегодня я её пользовала вместо геля для душа. Но мне захотелось открыть её, так чисто глянуть. Лёля мне сказала, что в Эйвен пена теперь больше не зафольгирована. В принципе, это плюс, потому что открываешь, и как бы хочешь понюхать, и приходится пальцем протыкать. Ну, как-то снимать эту фольгу. У меня всегда было проблем на эту фольгу протыкать. Мне надо было или ножницы, или ножки. Потому что пальцем она у меня не протыкалась. Надо было очень долго пытаться. Эйвен это у нас. Роскошные цветы. Пена для ванн. 500 мл. Очень классный аромат. Очень хорошая пена. Спасибо, Лёлечке. Это переходит у меня на сентябрь. Может быть, в августе я даже успею ещё принять ванну с пеной. Так, Фаберлик. Бьюти-кафе. Мятный шоколад. Жидкое мыло для рук. Ноль калорий лакомства для тела. Очень хорошее мыло экономичное. Это тоже подарок от Лёлечки. Оно у меня переходит на сентябрь. Как бы оно не было заявлено в августе. Но в августе я его получила. Я немножко попользовала. И сейчас я им пользуюсь. И вместо кускового мыла у меня будет вот такое жидкое. И последнее. Я решила, что нужно будет её открыть. Потому что та баночка у меня почти чуть-чуть осталась. А я думала, может быть, её в деревню забрать. Потому что у меня в деревне и там тоже этот алоэ гель закончился. Это Ботаник Секрет. Алоэ Аверди 95%. Улажняющий гель для лица и тела. Улажнение, регенерация, гладкость кожи. 250 мл покупала на Озон. Я его ещё не открывала. Открою уже в сентябре. Я забыла. Вроде это русского производства что-то было. Сейчас узнаем. А может быть и не русского. А нет, русского. Изготовлено по заказу под контролем Трио Евротрейд. Россия, Москва. Изготовитель Чёрный Бриллиант. Адрес Одинцовский район. В общем, вот. Я сейчас его даже вскрою. Ну, как бы открою, посмотрю. Ну да, он как бы... Нет, я его потом вскрою. Ну, вот. Вот такой он. Я не помню, почём я его брала. Но я стопудово ему делала обзор. Так что, если интересно, в плейлисте Озон гляньте. Вот там был где-нибудь ролик с этим обзором. Вот такой у меня уход на сентябрь 20-го года. Вроде я ничего не забыла, что собираюсь делать, пользоваться. Показала. Если вдруг вопрос по поводу тоника, то последнее время я вот у деревни протирала лицо огурцом. Вот попки у него срезаете перед тем, как салат делать и протираете ими. Ну, это вообще ништяк. И я думаю, что как бы чаще я здесь вот вместо тоника даже пользовалась алоэ гелем. А так у меня тоник какой-нибудь самопальный. Я там делаю какой-нибудь отвар трав, отливаю маленькую бутылочку и им протираю потом лицо. Или у меня там ещё какая-нибудь заготовка есть, её достают. Так что вот всё, что у меня будет на сентябрь, я обозрела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.